Всем привет! Друзья, к нам обратилась Андреева Галина Ивановна, жительница Минеральных Вод, за помощью с проблемой, которая не решается уже много лет. Но местные власти не торопятся исполнять решение суда, которое вступило в законную силу более 4 лет назад. Освещая эту проблему, мы также посетили администрацию, суд и полицию. То, как ведут себя местные власти, вы увидите в нашем сюжете. Кто ко мне обращается? Кто ко мне обращается? Закон номер 3 исполняем. Что за крики тут в ночи? Куда побежал? Закон исполнил? Побежал, а пошел. Куда ты пошел? Закон исполни, нарушитель. Форма одежды какая у тебя? Кто вы такой? Ты кто такой? Не тыкаю. Ты? Я не тыкаю вам. Ты кто такой? Я тебе тыкаю. А ты кто такой? Ты кто такой? Номер 3 закон исполнил. Всё равно? Как-то вы на службе на слухе. За affair что такое то вообще? Я официально, официально лицо? Вы же никто там. А он же на личную тупость эти все. Ты стоишь машину? Приезжайте встать за парковку на служебную. Что вы встали? Двое дом да стоит, девят весь этаж. Это 8 рублей. С другой стороны. Зnelle вы давайте не вопрос. Владимир Владимирович на парковку заезжайте. С другой стороны только заеедьте. Владимир Владимирович на парковку на проезжайте надо понять что ленивы ночные с gotten на этотglow и рулет. Только аст分鐘. что это же на утопию вы можете давайте сделаем так смотрите я могу я приехал в полицию машина на стояночку проходите пешком вот стояночка встаньте на ту стояночку с той стороны доедете хотите я туда доеду и назад развернусь нет до девятяшка доеду да вон стояночка назад выехали и уже по-моему там зайдутся в машине мы не грубить вы просто закон не нарушайте я не с вами разговариваю а я с вами разговариваю а я не могу с двумя диалог вести ты сначала представься а потом будешь диалог вести ты ко мне обратился представься не тыкайте у меня ты ты для меня нарушитель ты он например то есть не будешь да будешь нарушать дальше вы при исполнении я хватает хватает да никто не ссорится они стоят нарушителей почему вот эта агрессивная реакция я не могу понять потому что вы призывители власти говорят вы представители власти кто говорит кто подождите пожалуйста а вы скажите ты кто такой правильно это машина да ты кто такой я к нему и приеду вообще должен пешком прийти вы скажите пожалуйста сержант да это земля муниципальная общего пользования и дома вот эти вот дома интересно это частные дома ну какие конечно ну вот эти теперь вопрос они должны проезжать как вы думаете себе домой да у нас есть специальное разрешение а вы скажите а вы имеете право на захват муниципальной земли общего пользования наверное же есть разрешение вы имеете вот вы видите наверное а кто это такой с кем вы разговариваете я не пойму кто это такой с кем вы разговариваете можете мне объяснить вы должны предоставить и так далее предоставьте мне разрешение что вы стоите вы кто такой вот ты кто такой с чего ты взялся да ладно ты охранник ты охранник а где твой значок мой значок у меня а статью пятую пункт пятый в чём не угодно какую статью статью пятую пункт пятый закон о полиции выполни пожалуйста а что мы нагласили ты не знаешь расскажи мне вы же мне ее предъявили значит ты нарушитель вот мы тебе сразу говорим а я нарушил хорошо выйдите с моего да сейчас не надо жужжать ты не гонишь ничего нет ну дайте припаркуется и выйдет это твоя частная территория зачем вы меня снимаете вообще что зачем ты нарушаешь закон российской федерации ты нарушаешь закон российской федерации а что вы меня снимаете потому что ты нарушитель что я говорю зачем мне снимаете я да законы почему магазин украл в магазине украл а почему не выдали тебе что я честно я вас понимаю ну дайте руку ты вообще полицейские что ты здесь делаешь да я не знаю вы нагло уже сюда заехали да в смысле нагло так ты то есть так и не представился не тыкайте мне да тыкай я буду тыкать если ты нарушаешь закон российской федерации не моя машина я не могу не имею права завучить я не имею права я на твоей стороне а? а эта машина не привязывает движения берите право машину это вы мне говорите я беру эту машину водитель вы же на этой машине приезжаете? нет конечно я не на этой машине приехал это две машины а? нет моя машина у меня стоит я говорю человеку можно за рулем видите человек сидит у меня там всю жизнь я там не имею права вообще сидеть за рулем я просто за вас хотел как то это поспособствовать да чтобы выехать но сотрудник не позволяет ему даже два метра вот сюда проехать там три машины не по-человечески так что вы нарушитель поэтому не по-человечески закон нарушаете? вы тоже нарушаете я нарушаю? да ладно давайте не будем с вами спорить да будем мы спорить с вами вы до сих пор не исполнили закон я жду вы будете выполнять статью 5 пункт 5? представьтесь офигеть вот смотри ГИБДДшник знает закон а ты не знаешь как можно? ну сотрудник организации ну кому? кому ты представлялся? два камера я вам все предлагаю давайте пожалуйста что ты мне сказал? ты мне скажи как тебя зовут? на кого писать заявление? да сержант полиции а почему ты не выполняешь сразу когда я прошел? я когда выполнил попросили я сказал вы сейчас включите камеру сейчас начинаете камеру задать не вы знаете из-за того что вы не знаете законы допустим да наши федеральные конституцию не знаете честно говоря вам это уважение не дает подожди не надо грубить не надо бежать не надо грубить не надо бежать не надо бежать зачем вы открыли шлагбаум почему вы запрещаете открывать шлагбаум тогда как который видимо украл форму и уже на протяжении нескольких минут не представляется не исполняется закон номер 3 федеральный представьтесь пожалуйста вы представьтесь опа вы опять нарушаете закон а уже вы уже вы вы в смысле вместе с вашим напарником вы уже вы вы нарушает закон да тогда ты тоже нарушаешь закон напиши заявление на меня вот я на тебя напишу потому что нарушитель еще раз кто ты такой ты не слышишь русского языка не понимаешь таким владеешь скажи ну как мне надо написать заявление на него что за сложности ты стыдишься где-то работаешь я не понимаю он стыдишься фамилия что здесь страшного фамилия наверное ужасная стыдишься фамилии своей а что мы сейчас фамилиярничаем ты должен назвать фамилию твоё звание мы хотим закон я вам еще раз ты стыдишься еще раз ты где-то работаешь кого я работаю с полицией ты стыдишься кого нет тогда почему ты не исполняешь закон какой третий закон да статью 5 пункт 4 старший сержант Кабанов дальше что Кабанов дальше не что дальше закон дальше по этой статье есть еще все я вам представился все понятно разъявление будет все не совсем он просто не знает этого закона там не только все Кабанов у тебя будет заявление написано все пошли Кабанов получит заявление пошли все пойдемте где дежурная часть подскажите хотя бы вот пожалуйста папорожки вот вот пожалуйста у нас заявление с кем мы можем обсудить значит вот заявитель представитель заявителя у нас обидели женщину пенсионного 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 возраста да ну как сейчас объясним что мы делаем потом мы идем дальше с вот вот здравствуйте съемка на территории отдела запрещено с тобой кто разговаривает ты не знаешь начальник смены дежурной части агалий уже полиция вот с этого надо начинать наверное да не исключено здесь коррупционная составляющая тем более мы недавно узнали здесь два важных администрации за похожие дела я вам разъясняю ну мы зачем звучали страна такая короче еще не победили мы до конца мы будем с вами я представился начальник смены но ее полиция надо было спросить кто вы руками не отрубить на что ссылается закон о полиции что запрещено съемка опа закон о полиции а если нет такого вы сейчас нас вводите в заблуждение мне кажется вы чисто врете врете да да если товарищ майор уверен что майор пока майор товарищ майор я со 144 уголовного кодекса я вас предупреждаю на 6 лет лишения свободы если вы должностное лицо ссылки принесли ссылки нет согласно регламенту регламент это для вас так как находит в оружейной комнате где тут это нарушение заявления в следственный комитет почему здесь приходит не здесь приходит я в оружейной комнате давайте не будем мы же понимаем что мы делаем вы же понимаете люди все при исполнении находятся я допустим давайте я представлюсь я адвокат я представляю интересы я это все отлично знаю и о чем вы нам хотите сказать ни одного формативного акта запрещающего вы не найдете теперь с этой секунды я вам объявляю мы готовы выполнить ваши незаконные требования сейчас я с ними заключаю договоры с каждым из них да? да они со мной заключают время пожалуйста скажите время давайте свернем часы ну сверяем часы 22.14 22.14 минут 22.14 минут ну и с ними заключено соглашение Орел господин Идоров моя фамилия Вилья Минута моей работы стоит ровно 1000 рублей вы согласны? да вы согласны? теперь продолжим дальше если вы проигрываете суд вы готовы компенсировать мои их расходы из расчета 1000 рублей минут слушаю ваши требования 1000 рублей минута? да слушаю ваши требования время пошло 22.14 минут ваши требования какие были гражданину? требования о том что съемка административного здания УВД запрещена вы уверены что вы правы? вы уверены что вы правы? сейчас одну секунду время идет секунду что ли? секунда дешево секунда сколько у нас? 60 тысяч рублей на 60 надо поделить Дорогов мы озолотимся здесь да товарищ майор видно если у кого-то выхватил лишь выбор сошкрой поделить просьбу тем что оспариваемый приказ в пятницу 10 февраля был признан утратившим силу то есть его действия в том числе и действия оспариваемого пункта 30 запрещающего его съемку инструкции прекращено соответственно суд правит прекращено ну дальше мы идем дальше говорим все это прекращено вот адвокат Катеринского адвокат Владислав Ульхов вы уже его знаете представил представитель МВД ответил что сегодня тут ползался вид пострадавших от этого приказа ст. 15 соответственно какие меры были приняты в отношении тех сотрудников которые применили этот приказ с гражданами спрошенной защиты мы отменили еще в 14 каком году в 16 году 17 вы нам сегодня сообщали не один раз здесь у нас интервью стенд для граждан если это общедоступно это все общедоступно вы конечно все таки это самое ведете я думаю это более-менее иногда даже запрещает снимать ведет сонку знаете по всяким подобным это заседание государственной думы закрыто заседание это здание министерства топлива энергетики и так далее полиция открытая конечно молодцы отлично что могу сказать значит в отличие от некоторых регионов скажем от некоторых городов в данном городе ну сотрудники ДПС работали молодцы приходим но тут был у нас небольшой эксцесс на езде да ребята не знают законы всем смирно старше позвоним да ну а так молодцы что могу сказать так Александр что сейчас происходит скажите пожалуйста цирк блин я так понимаю управление у них да приехали в управление смотри вперед чтоб ты здесь летел по минеральным водам в городе минеральная вода написать заявление ну и естественно увидели кучу нарушений вот и два вратаря в форме полицейских которые ворота открывают которые нарушали закон о полиции отказывались представиться один из них Баранов запомнил эту фамилию неожиданно с фамилием кстати соответствует самому полицейству подходит кстати вот ну слава богу как часто бывает грамотные руководители руководство оказалось на высоте грамотные сотрудники полицейский внутри дежурный майор опять начал запрещать видеосъемку препятствовал деятельности журналистов говори быстрее заканчивается пленка да я ему мол говорю сошлись на что-то он говорит я не могу ничего это мы все увидим что сейчас происходит а мы сейчас едем в сопровождение потому что сегодня поступили угрозы в наш адрес а так как мы знаем что здесь все спасибо александр до свидания мы поняли